Дуэйн Джонсон Что ли? Чикаго нужно эвакуировать. Джордж не хотел этого, а не убил его. В центре сюжета приматолог Дэвиса Кайюн все время проводит в компании Джорджа, самца гориллы, которого он воспитывал с самого рождения. Но в какой-то момент генетический эксперимент Акаи выходит из-под контроля, и примат превращается из послушной обезьяны в яростного монстра. В то же время выясняется, что существуют и другие модифицированные животные, которые уничтожают все на своем пути, превращаясь в Северную Америку в руины. Чтобы решить проблему, приматолог объединяется с генным инженером. Их цель – изобрести антидот, предотвратить глобальную катастрофу и, конечно, вернуть дружелюбного Джорджа. Ну а далее у нас режиссерская работа Джона Красинский, мистический трейлер «Тихое место». Этот хоррор уже стал лидером американского проката. За первый кент он собрал 50 миллионов долларов. И это большая победа для студии «Проман», так как, если верить слухам, у них сейчас не все так гладко. Ну что ж, будем надеяться, что российский зритель по достоинству оценит эту картину. В центре внимания – семья, проживающая в американской глубинке. Жизнь этих людей мало отличается от жизни тысяч других. Но это лишь с первого взгляда. Дом пары наполнен ужасными монстрами. Чтобы выжить, среди них супруги и их дети разучили целый комплекс специальных жестов, с помощью которых они общаются друг с другом, не издавая ни единого звука и тем самым не беспокоя соседей. Но разве дом, в котором живут маленькие дети, может быть тихим? Слушайте, у меня для вас есть предложение. Отойдемте-ка на немецкое кино. Ну, точнее, на немецкую комедию. Сегодня как раз такая выходит прокат. И называется она «Зачетный препод 3». Это заключительная часть трилогии от режиссера и сценариста Бородок Текина. Ну что, согласны? Тогда остается просто сказать, что он аксэхт. В жизни столько букв не видела. Аж в глазах ребят. Бывшему грабителю банков Зеки Мюллеру, ставшему школьным учителем, предстоит подготовить свой класс к выпускным экзаменам. Однако из-за прошлых проблем его ученикам не хватает мотивации. А школе после проверки инспектора угрожает закрытие. Чтобы выполнить все требования Министерства образования и помочь классу выдержать экзамен, Зеки снова готов прибегнуть к самым нетрадиционным методам. Маленькие мои зрители, а вам я рекомендую позвать своих родителей сходить на замечательный мультик «Славные пташки». Это история о маленьком птенце Рыжике и его друге, куропатке-отшельнике Гайрена. Рыжик просит Гайрена показать дорогу в райскую долину, где птицы могут переждать суровую зиму. Этот путь хранит много сложностей. Вот чем все закончится, мы с вами узнаем в кинотеатрах, но на этом я с вами не прощаюсь. Хотите получить вот эти два билета на любой фильм, который вы только пожелаете в Cinema Park, где IMAX по цене 3D? Тогда заходите в группу «Утро» с вами ВКонтакте и под свежим выпуском рубрики «Время кино» пишите простые три слова «Хочу кино». Имя победителя выберет регенератор случайных чисел 16 апреля в понедельник, так что всем удачи и победит пусть самый счастливый. Ну на этом я с вами прощаюсь, увидимся с вами уже в следующий четверг, так что не скучайте и всем пока-пока!